Всем привет! Сегодня приготовим вкусный обед для всей семьи на каждый день. Пока еще лето, то в этом варианте обеда я буду использовать овощи по сезону. Первым приготовим сливочный суп с фаршем. Если вам надоели обычные супы, то очень рекомендую приготовить этот нежный и необычный суп. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Также мелко нарезаем пучок зеленого лука. В 4-х литровую кастрюлю с толстым дном наливаем немного подсолнечного масла. Кладем нарезанный лук и пассируем до золотистого цвета. Если кастрюля не с толстым дном, то используйте сковороду. К подзолотившемуся луку добавляем полкилограмма свиноговяжьего фарша. Все обжариваем на среднем огне, пока фарш не поменяет цвет. Сюда же добавляем нарезанный зеленый лук. Перемешиваем. И насыпаем 3 столовые ложки муки. Опять все перемешиваем. Обжариваем еще 1-2 минуты. В кастрюлю наливаем 2 литра воды и перемешиваем, разбивая комочки фарша. Пока закипает суп, нарезаем 4 средних картошки небольшими кубиками. Суп закипел, снимаем с него образовавшуюся пену. Подготовленный картофель добавляем в суп. Кастрюлю накрываем крышкой и варим примерно 10 минут. Через 10 минут добавляем 200 мл сливок жирностью 10-20%. Все перемешиваем. Добавляем пол столовой ложки соли и перчим по вкусу. Варим еще 5-10 минут до готовности картофеля. Подготавливаем остальные ингредиенты. 200 г сыра трем на крупной терке. Я взяла сыр чеддер, но можно взять любой твердый сыр, который хорошо плавится. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. В конце варки в суп добавляем тертый сыр и перемешиваем до его растворения. Добавляем нарезанный укроп. Перемешиваем и снимаем с огня. Суп подаем на стол в горячем виде с сухариками или гренками. Суп получился очень вкусным, сытным и ароматным. В нем прекрасно сочетается нежный сливочный бульон с кусочками фарша. Обязательно приготовьте такой суп ресторанного уровня у себя дома. Вторыми приготовим запеченные цукини с фаршем. Готовятся они просто, а получаются очень вкусными и сытными. Один ломтик белого хлеба без корочки замачиваем на 5 минут в 50 миллилитрах молока. Одну небольшую луковицу нарезаем мелкими кубиками. Примерно 1 килограмм цукини моем и нарезаем кружочками толщиной 1,5-2 сантиметра. Вместо цукини можно взять кабачки. Чайной ложкой в каждом кружочке вырезаем серединку. Теперь приготовим начинку. Берем 300 грамм свиного фарша. К нему добавляем нарезанный лук, размягший хлеб с молоком, разбиваем одно яйцо, солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем до получения однородной массы. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. Кружочки цукини выкладываем на подготовленную форму. В серединку каждого кружочка кладем приготовленный фарш. Сверху все цукини с фаршем смазываем сметаной. Понадобится примерно 50 грамм сметаны. 100 грамм сыра трем на крупной терке. Тертым сыром посыпаем кружочки цукини с фаршем. Форму ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем примерно 40 минут. На стол цукини с фаршем подаем в теплом виде. Это блюдо получилось очень вкусным, сочным и нежным. Такие цукини с фаршем под сырной корочкой нравятся как взрослым, так и детям. Обязательно их приготовьте. Третий приготовим очень вкусную и ароматную закуску из помидоров. Готовится она очень быстро и просто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготавливаем помидоры. Нарезаем их кружочками толщиной примерно 1 см. Больше всего для этой закуски подходят помидоры среднего размера с плотной мякотью. Мелко нарезаем пучок петрушки. К подготовленной петрушке добавляем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара, 1 столовую ложку горчицы с зернами или обычной горчицы. Сюда же выдавливаем 2 зубчика чеснока через пресс. Добавляем черный молотый перец. В эту смесь наливаем 1 столовую ложку яблочного или столового 9% уксуса и 3 столовые ложки растительного масла. Маринад хорошо перемешиваем. Кружочки подготовленных помидоров обмазываем маринадом с одной стороны и складываем друг на друга. Помидоры ставим в любую емкость и накрываем крышкой или пищевой пленкой. Подготовленные таким образом помидоры ставим в холодильник примерно на 20 минут для того, чтобы они промариновались. Готовые помидоры достаем из холодильника и подаем на стол. Закуска из помидоров получилась очень вкусной, ароматной, с кисло-сладким вкусом. Такую закуску можно готовить хоть каждый день, так как на ее приготовление уходит буквально 5 минут. И последний на гарнир приготовим гречневую кашу. 1 стакан гречки чистим от мусора и промываем холодной водой. Промытую гречневую крупу насыпаем в кастрюлю. Сюда же наливаем 2 стакана холодной воды. Кастрюлю накрываем крышкой и доводим до кипения. Как только вода с гречкой закипела, солим ее по вкусу. Опять накрываем крышкой и убавляем огонь до самого минимума. Так варим гречку примерно 15-20 минут до полного испарения воды. Во время варки гречку перемешивать не нужно. Гречка сварилась, добавляем кусочек сливочного масла и аккуратно перемешиваем. Готовую еще горячую гречневую кашу подаем на стол. Если вам понравился вариант такого обеда на каждый день, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok